С 28 марта по 4 апреля в Беларуси проходит неделя леса. В этом году она посвящена 70-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Приглашаются все желающие помочь. Полный перечень объектов размещен на сайте Минлесхоза. Сегодня к акции присоединились участники, призеры и чемпионы Олимпийских игр. Репортаж Станислава Липского. Первый вице-президент Национального Олимпийского комитета Максим Рыженков сегодня в первой половине дня практически не поднимал трубку. Во-первых, не было времени. Во-вторых, в деле посадки саженцев отвлекаться нельзя. В садоводстве толк знает. На даче выращивает яблони и смородину. В воскресенье посадил персик. На персик надежды, как и на наших олимпийцев. Нет, все-таки на олимпийцев надежды больше. Спортивная элита страны сегодня присоединилась к республиканской акции «Неделя леса», посвященной 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На двух гектарах Станьковского лесничества олимпийцы посадили порядка 9 тысяч саженцев ели обыкновенной. Используем при посадке, скажем так, меч Колесова, которому буквально в прошлом году было 130 лет. С момента, когда его изобрели и начали использовать. Увидеть плод стараний олимпийцев можно будет уже через год, а через 7 высота деревьев достигнет 10 метров. Практическая помощь лесоводам, разумеется, не самоцель акции. Главное это привлечь внимание к лесным ресурсам. Во-первых, белорусские леса это легкие Европы. Во-вторых, именно лес своеобразная экономическая подушка безопасности нашей страны. А в-третьих, лес неотъемлемый фактор победы в годы Великой Отечественной войны. 375 тысяч партизан сражались здесь, чтобы мы сегодня были свободными. 25 тысяч из них были детьми. Василий Алексеевич Князев, заслуженный тренер СССР по волейболу, был в их числе. В 10 лет после того, как расстреляли родителей, пошел в партизаны. Сын полка входил в отряд Дичкова. С 1971 года возглавляет батальон белорусских юных орлят. Деревню Станьково запомнил навсегда. Здесь, на этой земле святой, здесь свой подвиг совершил наш тоже юный член нашего батальона Марат Козей. Помогала сегодня Василию Алексеевичу Светлана Парамыгина. Первая в истории нашей независимой страны обладательница большого хрустального глобуса по итогам сезона у биатлонисток. Те, кто молодже, они все равно должны впитывать в себя вот эти вот встатки, крупинки, потому что мы понимаем, что таких людей становится все меньше, их память истощается, а мы должны помнить. Наверное, здесь проходил тот партизан, который позволил мне видеть голубое небо. В прошлом году в подобной акции приняли участие около 50 тысяч человек. Учитывая повод, лесоводы в этом году ожидают цифру на порядок выше. Станислав Липский и Денис Гатило. Агентство теленовостей.